Первый этап конкурса «Юная телезвезда» в самом разгаре. Кастинги проходят в каждом районе Гомельской области. Если вы, наши юные 10-15-летние телезрители, хотели бы принять участие в кастинге, и в вашем райцентре он пока не состоялся, то отправляйтесь в отдел образования Росполкома и подавайте заявку на участие. Для участия в конкурсе вам необходимо подготовить визитку, творческий номер и выступление на выбранную вами тему. Пока кто-то еще только готовится принять участие в кастинге, многие ребята уже прошли этот отбор. И вашему вниманию очередной дневник кастинга «Юная телезвезда». Дети, которые поют, танцуют, читают наизусть отрывки произведений классической литературы и прекрасно говорят. В Советском районе областного центра был поставлен своеобразный рекорд по количеству конкурсантов. 26 талантливых ребят изъявили желание поучаствовать в кастинге и воспользоваться шансом стать телезвездой. Вдохновила меня программа «Орел и Решка». Это моя мечта быть ведущей данной программы. Вот именно поэтому, наверное. А также я люблю публику и люблю выступать на сцене, поэтому почему нет? Самое главное не теряться и отвечать правильно на вопросы. Почему ты хочешь стать телезвездой? Потому что мне нравится, как они работают на камеру, их везде практически известно. Ну и потому что их показывают по телевизору. Региональный проект «Юная телезвезда» – это возможность получить опыт публичного выступления и работы в эфире телевидения. По итогам трех основных этапов конкурса будут определены лучшие ведущие в двух возрастных категориях. Мальчики и девочки от 10 до 12 и от 13 до 15 лет. А главный приз – контракт на ведение детской программы. Участники кастинга в советском районе Гомеля своим желанием и яркими выступлениями подтвердили, что они этого достойны. Можно как угодно хорошо прочитать стишок, станцевать, спеть. Но главное, чтобы у ребенка было то, за что его запомнят, за что его тут же отличат телезрители и будут говорить, вот это вот именно вот эта девочка, она мне очень нравится, или этот мальчик. А не просто один из каких-то детей, которые мелькают на сцене. И вот очень важно эту искорку, эту индивидуальность найти. И, конечно, индивидуальность, она всегда добавляет несколько баллов вот в этом протоколе жюри. Жюри пришлось непросто. Было немало ярких выступлений. Мой девиз – живи сегодняшним днем, не возвращайся в прошлое и не заглядывай в будущее. Будь самим собой, жить, а не существовать. Здравствуйте, меня зовут Жук Даня. Я учусь в четвертом классе в 61-й школе. А в руках у меня цветик-семицветик. Посещаю я школу моделей, принимаю участие в конкурсах. Стала обладать инициативом «Маленькая коммерчанка-2013». А спустя год победила в международном конкурсе красоты, моды и талантов «Маленькая принцесса мира-2014». На таких мероприятиях, в которых положено быть в бальных платьях, моя мама надевала на меня что-то необычное. И я часто обижалась на нее из-за этого. Но когда я подросла, я поняла, что это здорово. Ведь именно таким незначительным кажется, но образом я выделялась из толпы. Ну что, должен признаться, это один из сильнейших составов отборочного тура конкурса «Юная телезвезда». Дети удивили и вокалом, и хореографией, и актерским мастерством, и ораторскими способностями. Далее нас ждет «Добружская земля». Посмотрим, насколько она богата на таланты. Великолепный вокал и оригинальные визитные карточки. В «Добружской гимназии номер два», где состоялся кастинг, было не скучно. Один из участников постарались удивить жюри. Ну это как бы мечта с детства. Я всегда мечтал работать на телевидении. Я хочу, наверное, вести передачу какую-то про свой возраст, чтобы делиться проблемами, обсуждать их и какие-то находить решения. Не знаю, мне это с рождения очень нравится. Я люблю сниматься на камерах, люблю ездить по разным конкурсам. И это мне очень-очень нравится. Главная цель – войти в число победителей конкурса. Мечта – вести программу на телевидении. С этим на кастинг приходят почти все дети. Отличаются друг от друга только уровнем подготовки и оригинальностью таланта. Это все-таки сезонный конкурс, поэтому здесь нужна и картинка, и, в общем-то, совокупность, что ли, пунктов. Ни в Советском, ни в Добружском районах борьба между участниками не прекращалась ни на минуту. Накал страстей, эмоций и желания кататься в лидерах соревнований оцарил в атмосфере мероприятий. По итогам этих двух отборочных этапов восемь участников прошли в полуфинал конкурса «Юная телезвезда». Продолжение следует...